всех приветствую дорогие друзья продолжаем тему блоков питания после майнинга на этот раз у нас вот в таком древом пакете приехал блок питания от компьютера здесь уже видно что он более-менее честных цифр 1100 ватт интересный дизайн чувствуется качество обозначено как 1100 ватт и в принципе я думаю по весу можно предположить что так оно есть даже за заявлено 80 плюс голд тоже в принципе более-менее похоже на правду и с ним проблема не электрического характера точнее не электронного а больше механического то есть майнили майнили и доманили до того что оторвали два коннектора здесь под кабели здесь кабели отстегиваются и поджарили еще один коннектор этот коннектор как раз таки идет на видеокарту я думаю что это можно отремонтировать благо нашлись запчасти слава богу самое интересное это было поиск запчастей что у нас есть для этого у нас есть совершенно новые разъемы вот они и плюс еще те что тех что не хватает на платье вот они здесь в этом пакетике ну что ж я думаю будет интересно посмотреть что же в таком блоке питания присутствует насколько он отличается от предыдущего блока питания из предыдущего видео который был аж на 2 киловатта и многие в комментариях посмеялись над этой цифрой правильно сделали потому что 2 киловатта там отродясь не было и нет сейчас мы разберем этот блок это значит у нас получается аэрокул здесь написано модель strike x 1100 вот ну для начала я попробую отстегнуть шлифы которые отстегиваются и убрать их потому что они мешают отстегиваются нормально вот такой коннектор подгорел у нас и он к сожалению не отстегивается то есть его вытащить отсюда нереально потому что он прикипел тут вот видно черный виден черный след я думаю видно будем разбирать и пытаться извлечь этот разъем блок питания уже разбирался кем-то видимо обслуживался либо пробовали его починить потому что сорвана пломба она здесь расположена и не до вкручен винт причем включен он не по резьбе видимо резьбу уже тоже смогли запаровать разбираем смотрим как видим мне лично так кажется что трансформатор здесь даже чуть-чуть побольше чем в том блоке и собственно говоря я думаю что как раз таки они по мощности будут одинаковые у нас здесь в принципе достаточно мест чтобы снять основную плату и снять плату на котором расположены дополнительные коннекторы они вон там вон видно что не знаю видно или не видно что про гарп пошел прямо к основанию платы вот это и даже там дорожки немножко обуглились точнее место под пайку сейчас попробую это как-то аккуратно разобрать так чтобы потом это еще все собрать разобрал немножко блок пришлось выдавливать отсюда немного разъемы под розетку раз отпаивать провода сетевые потому что все настолько плотно что просто никак не подобраться плата полностью ну то есть за заполнила весь объем внутри корпуса ну что же я даже открутил эту плату который у нас погорела и вместе со шнуром и сейчас достану потому что по другому никак и вот такая вот у нас плата где вот такой происходит прогар вот так это выглядит пластик полностью выгорел поэтому будем выпаивать уже вместе с пластиком этот погоревший разъем ну и это выпаивать тоже будем это самое легкое в принципе по одному пину это все легко выпаяться ну что ж я это все сделаю и покажу что получилось отпаял коннектор который больше всего пострадал вот выглядит он примерно так часть осталось на платье тут даже провода подгорели да я думаю что запах когда это происходило запах стоял очень хороший поэтому наверное вовремя выключили блок питания и вот плата имеет тоже такой вид осталось две ножки я надеюсь они не приварились и я выпаял здесь штыри торчали если помните и здесь есть проблема что штыри приварились к колодцам которые проходили сквозь плату выходили вот на эти дорожки то есть с обратной стороны одно напряжение с этой стороны вот 12 вольтовой линии как раз они подходят под посередине этих разъемов они вот подгорели я думаю что вставили переходники в сато разъема и подключали и к ним видеокарты и поэтому 12 вольтовой линии просто не выдерживала и начала начинала гореть ну сейчас попробую привести все более-менее в какой-то порядок и вам покажу немного очистил переходное отверстие от улова стали они теперь насквозь проходить и что тут у нас получается получается что здесь отошли колодца по линии 12 вольт то есть плата двухсторонняя и переход между одной стороной другой совершен колодцами они пролегают прямо вот здесь где распаивается непосредственно коннектор здесь эти переходы потеряны то есть вот внешняя часть платы не будет задействована в этом случае если прогорели эти колоссы здесь тоже самое здесь нет контакта с обратной стороны здесь вообще отсутствует пятак потому что он просто выгорел и выпал я думаю что придется усиливать это как-то проводами обычными то есть перекидывать с одной стороны на другой провод чтобы от но чтобы реализовать мощности верхней части платы по-другому я не знаю как сделать думаю что это будет наилучший вариант вот так вот получается у нас отслаивание от платы никак не получится с этой стороны запаять со стороны коннектора просто просто разъем вот и все то есть никак не получится запаять вот эту дорожку к 12 вольтовой линии то есть придется перекидывать проводами вот теперь как выглядит плата после восстановления дорожек к сожалению провода у меня не оказалось подходящего сечения поэтому пришлось вот наматывать по несколько проводов но сечение должно хватить для нормального контакта и вот наши разъемы которые восстановлены сейчас я соберу это все в корпус и останется только сделать кабель собрал блок питания уже в корпус собственной в принципе выглядит все очень даже неплохо я бы сказал по заводу такое ощущение что прогаров тут и не было но в принципе корпус то не пострадал пострадали только разъемы они поменялись и сразу все стало красиво и нарядно выдавливать разъемы я не стал пока на всякий случай потому что но вдруг что-то не так придется разбирать еще блок питания не включал сейчас будем включать и смотреть если основные напряжения на нем вставляю кабель питания включая выключатель и замыкаю зеленый с черным провода сработало реле и сразу закрутился вентилятор но это уже как бы говорит о том что блок питания должен выдавать основные напряжения давайте посмотрим чтоб все было хорошо один щуп я оставляю в любой из черных проводов 5 вольт 12 вольт желтый провод оранжевый провод 33 вольта далее минус 12 вольт и по 5 вольт с обратной стороны также посмотрим выдают ли перепаянные разъемы напряжения которые мы делали менял я красный разъем и вот эти вот два разъема еще посмотрим что у нас на этих разъемах 12 вольт есть 12 вольт есть здесь на крайнем выводе нету 12 вольт в этом ряду потому что этот разъем составной здесь вытаскивается как бы два контакта эти два контакта это минус и на этих разъемах посередине тоже должно быть 12 вольт эти контакты я восстанавливал но в принципе все на месте осталось восстановить шнур который у нас прогорел сейчас я вам по его покажу еще раз восстанавливать я буду с помощью такого же разъема вот он у меня есть и плюс еще отдельно есть для него пины то есть берутся пины обжимается кабель и пины вставляются в разъем здесь я отрежу кабель здесь использована обычная термоусадочная трубка у меня точно такая же есть то есть я тоже постараюсь сделать так чтобы как будто это выглядело так как будто не было никакого прогар то есть мы просто берем и срезаем кабель вот таким образом здесь кстати видно что прошлый раз я пытался найти 12 вольт и здесь коричневый провод уже стал раньше он был желтым то есть от обугливания он просто стал коричневым я тут искал 12 вольт найти не мог пару важных моментов касаемо раз замены разъемов здесь вот есть коса в которой есть желтые провода и черные но черные не не совсем одинаковые одни имеют большее сечение другое другие меньше даже здесь конкретном случае видно что одни как бы металлического цвета если видно это на камеру другие медного то есть получается они даже тоньше чем чем но стандартные провода которые здесь идут вот эти два провода с металлическим оттенком это дополнительная секция это вот это вот маленькая маленькая дополнительная секция это дополнительная масса остальные провода это силовые то есть ни в коем случае нельзя путать нельзя вставлять вот эти вот тоненькие провода в основную колодку в красную иначе будет прогар обжал все контакты и даже их пропаял на всякий случай потому что все-таки нагруженные цепи пропаек лишним не будет теперь осталось вставить эти контакты в наш разъем чтобы понять как их вставлять можно воспользоваться аналогичным разъемом с этой же стороны например можно даже взять другой шнур чтобы было удобнее я взял другой шнур и смотрим как она у нас здесь расположена со стороны защелки у нас все это минус давайте вставим сюда эти контакты опять же таки не путаем дополнительное питание и обычные силовые минусовые провода так это у нас вот так вот получается я не помню про до какой страны не вставляю спал вот это да раз да хорошо защелкнул и сразу чувствуется что провод защелкнулся 2 вставляю 3 дальше внизу у нас получается три плюса вот они это плюс 12 вольт раз-два-три отлично и дополнительное питание вот они у нас тут в принципе неважно как они будут стоять раз и два колодка собрана держится все очень надежно потому что провода пропаяна и можно ее собрать полностью здесь одна часть на другую надевается но может быть кто не знает как их совместить раз и получается восьми пиновая колодка есть еще одна маленькая хитрость я отрезал здесь рубашку защитную и ум здесь применена клейкая обжимная трубка вот эта термотрубка для чего она сделана для того чтобы просто не ерзала сама рубашка по проводам у меня нету клейкой термотрубки зато у меня есть обычная обычный стержень клеевой который я могу в принципе использовать для того чтобы не скользить не скользила рубашка нагреваю стержень с одной стороны та часть где рубашка я просто ее немножко обмазываю этим клеем много не нужно примерно так немножко руками и и мну чтобы она туда как бы запрессовалась поглубже и надеваю термоусадочную трубку получается вот так вот осталось только прогреть феном саму трубку клей внизу под трубкой растаял и схватился и теперь шнур но соответственно рубашка теперь никуда не уйдет отлично все получилось так же красиво как и с блоком питания сейчас мы можем даже это совместить вот наш разъем который был выгоревший и вот она вот он разъем все отлично вставляется отлично смотрится и работать я думаю тоже будет хорошо вот такой ремонт получился но тут в принципе ничего умного не было тут было просто восстановление единственное смысл я думаю понятен если кто думает что можно как бы майнить и сильно перегружать такие блоки питания тут я думаю что будет подвержен такому же прогару как и здесь эти блоки они сделаны для большей части для обычных компьютеров для игровых компьютеров потому что там нагрузка не статичная как майнинги а динамичная в принципе в игрушках это и так понятно вот для майнинга я такие блоки не рекомендовал потому что здесь есть вот эти вот коннектор и как на которых начинает теряться напряжение начинает теряться ток создается сопротивление между между коннекторами они начинают просто плавится как я вам это показывал в начале видео при этом здесь кажется хозяин вот эти вот два коннектора которые я перепаивал использовал их тоже для видеокарты потому что здесь одна 12 вольтовой линии она расположена вот сверху это верхний пин это единственная 12 вольтовой линии но я знаю что есть переходники с этих с такой распиновки на распиновку для видеокарты то есть я думаю что он все шнуры задействовал для майнинга для нагрузки видеокарт поэтому блок питания по мощности вывозил а по передаче только по проводам к сожалению не вывозил потому что майнинговые блоки питания они идут все вот с запаяны внутрь косой то есть прям прямой контакт запаяны на плату как это было в прошлом видео где я ремонтировал китайский майнинговый блок питания но там хотя бы обошлось вот без этих отстегивающихся проводов да конечно это очень удобно особенно когда это вы делаете компьютер для себя там для игр вы можете отстегнуть не нужны провода и они вам не будут мешать но для высоких нагрузок это я думаю что не подойдет вот такой ремонт возможно затянувшийся но я попытался передать вам все нюансы которые мы могли вас могут вас как бы ожидать при таком ремонте для сам такие блоки питания это в первый раз вижу но в плане я не собираю мощные компы и не манию тем более вот мне было самому интересно разобраться со всем этим и не думал что даже продаются такие вот целиком эти штекеры удалось найти у нас санкт-петербурге слава богу вот поэтому получилось все так красиво всем спасибо что посмотрели это видео если нравится подписывайтесь следите за новыми выпусками я думаю что еще впереди будет много интересного всем пока